всем привет сегодня мы находимся на юго-западе москвы новой москве сегодня у нас на обзоре жилой комплекс южная бунина кстати непонятно почему он называется южным бунином поскольку бунин писатель он никогда здесь не был исходя из исторических данных родился на воронежской области учился он в липецкой области почему называется бунин южная бунина непонятно ну и деревню бунина здесь тоже я собственно не видел поэтому история об этом молчивает в общем говоря о ЖК можно сказать что он стоит вот из серии таких вот многоэтажных домов этажности от 10 до 14 этажей монолиты все это монолит квартиры здесь идут под 19 метров студии стоят они от 4 и 3 миллиона рублей копите здесь сделала довольно неплохая ландшафтная архитектура вот здесь есть площадки для игры мы видим здесь двор без машин то есть где гулять ездить и играть различные команды и виды спорта сразу бросается в глаза большое количество мест для парковки вот видите вот сколько здесь машин здесь ездить припарковаться также очень сильно радует большая виднее разряженная плотность застройки то есть в отличие от тех же самых пиковских ЖК входные грубо здесь тоже современные вот как мы видим они на уровень пола нету балкончиков да наверное из минусов можно подчеркнуть так вот здесь уже какие-то помещения сдаются в аренду можно посмотреть например да что там все это сделано вот видите монолит он облицован кирпич да еще вот такая деревянная вот облицовка да очень интересно то есть фасады очень интересные да они сделаны вот под кирпич и под дерево то есть гораздо интереснее чем пики да который просто тупо красит свои коробки и считает это верхом искусство вот смотреть ходить видите красивый вид открывается на какие-то луга на лес калужское шоссе скорее всего поэтому в целом ЖК хороший но вот единственный недостаток это большие проблемы с тем как сюда добраться да здесь 12 километров франкат это юго-запад как я уже говорил но сюда очень тяжело доехать потому что здесь нету метро вот здесь нету метро в ближайшее метро здесь арховская коммунарка но до них нужно добираться черт знает как поэтому все можно ехать только на машине по поводу того как всегда доехать на машине тоже спорный вопрос то есть с одной стороны говорят что ну с одной стороны здесь известно что здесь построили эстакаду которая связывает калужское шоссе с проектируемым проездом с ближайшей здесь это через калужка шоссе можно выезжать и вроде бы как автомобильный трафик за это счет был уменьшен тем не менее многие говорят о том что добираться довольно сложно и когда будет до рабочие дни то здесь будет проблемы пробками но все равно мне кажется что это из всех вот этих вот юго-западных же кат а 101 или пиковских которые есть в этом районе юго-западном здесь наиболее лучшая транспортная развязка потому что здесь сразу на калужское шоссе выходишь там намкат то есть тут нет таких вот мелких каких-то проездов как вот например если ехать в скандинавию или жига скандинавии которые рядом находятся или бунинские луга здесь мне кажется в этом плане она самая лучшая юго-запада транспортная развязка что еще можно сказать про этот жилой комплекс ну наверное то что здесь имеют место быть и скроу-счета так называемые то есть это да вы не платите застройщику полную сумму за квартиру а подключаете партнер третью сторону виде банка которым перечисляете деньги и только после исполнения всех своих обязательств и сдача в срок ваши деньги переводится на счет застройщика в противном случае они возвращаются обратно вам тем не менее есть слухи о том что застройщик замечен в подделовских документов и договоренности зачастую не соблюдают несмотря на присутствие скроу-счета опять же это я говорю на основании источников о том что он пишет в открытых источниках точно говорить об этом не берусь таким образом завершая обзор нашего жека южной буйно можно выделить основные плюс этого жека это что в принципе довольно рыночная цена то есть по сравнению с пиком наверно даже немножко подешевле чем в пике который рядом находится это 4 3 миллиона за студию там около 4 по 8 второй плюс это конечно плотность застройки очень радует она довольно большая вот видите в красивые входные группы то есть есть место где прогуляться и место где играть спортом есть место для парковки второй плюс 3 плюс это интересные фасады то есть тоже лучше чем многих имеющих состройщиков ну говоря минусах это на я сам главный минус эта локация то есть сюда очень трудно доехать пока сюда доехать на марк без машин невозможно практически вот говорят будущем построить метро не знаю до него тоже вроде бы надо будет идти там не меньше 15 минут пешком из минуски обычно выделил вот отсутствие балконов лоджей вот коробки мы видим под кондиционеры только лоджии не видно вот она вот и еще один минус поэтому такая ситуация вот по жк южная бунина спасибо все что посмотрели обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем удачи всем пока до новых встреч новых обзоров